Ты готов к уроку? У вас, как бы это ни звучало, рабочий рот. Подождите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне вот 12 сальку 13. Ребята, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов, и рядом со мной находится Паша Акстар. Всем привет! Тот самый Малыш Виртуоз, и сегодня мы будем пробовать его рубрику. Да, в общем, я уговорил Раиля поучаствовать в моей рубрике Малыши Виртуозы, и сегодня будет Малыш Байнец, Малыш Виртуоз, Малыш Барабанщик. В разных ситуациях, с преподавателями гитары, с музыкальными продюсерами. В общем, получилось очень круто. Вообще, каково тебе быть Малышом? Это интересный опыт, но это, ребятки, не просто как на самом деле выглядит. Нужно мыслить, двигаться и... Думать, шутить. Шутить, как малыш. То есть у меня широкие плечи, приходилось переодеваться, повышается тон голоса. Но, думаю, вам очень сильно зайдет маленький Раиль, как будто я вернулся в свои, там, 10 лет. Ребята, мы отсняли сразу две части, и как только мы наберем 100 тысяч лайков на этом видео, и на видео на моем канале, мы загрузим сразу вторые части этих видео. Погнали смотреть. Приятного просмотра. Так, слышно, видно? Да, слышно, видно хорошо. Добрый день, Елена. Это вот Илья, вот мы с вами общались. Да, Илья, здравствуйте. В продолжении нашей переписки хотелось бы еще раз обозначить, что нам нужно. У нас планируется серьезное корпоративное мероприятие, праздник большой. И нам на этот праздник нужны музыканты. Вы говорили о том, что у вас как раз есть... Да, я как раз вот своего коллегу... Ты можешь не есть? Я вот как раз своего коллегу вам хочу представить. Это Раиль, он у нас играет на баяне. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Мы в целом можем выставить. Он свободен примерно в те даты, которые мы обозначили. Так что можем продемонстрировать. Я правильно понимаю, что Раиль – это вот тот музыкант, которого вы как раз хотели порекомендовать? Да. Ну, вы знаете, наверное, вы, может быть, немножко не совсем поняли задачу, перед которой вы стоите. Нам нужны, как бы, опытные музыканты. Нет, Раиль – опытный музыкант. Вам, на самом деле, нужно его послушать. Если что, как бы... Нет, так нет, все нормально. Да вы не смотрите на внешний вид. Я уже много лет играю. И на чем играете? Вот такой вот инструмент у меня есть. Знаете? Баян, как я понимаю. Вообще, это мой самородок. Даже не знаю, что сказать. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Да, давайте. Я, честно говоря, вам завидую, что вы в первый раз будете это слышать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, как? Нет, ты вообще красавчик. О, что сказать? Ну, в целом, конечно, неплохо, но, скажем так, не совсем тот формат, который нам нужен, честно скажу. А что вам, какой формат вам нужен? Ну, скорее всего, все-таки это должен быть некий музыкальный коллектив. И, скорее всего, точно не один инструмент. А по репертуару, может быть, что-то сориентируйте примерно на что похоже? Скорее всего, конечно, не классика, но это должно быть что-то современное. Это должно быть довольно-таки драйвовое, и должно быть что-то зажигательное. Вообще не проблема, на самом деле. Мы просто заранее это не проговорили. Почему-то вот я могу вам сейчас, смотрите, подыграть на барабанах. Я по совместительству вот, ну, помогаю своим музыкантам, если у нас заказчик требует. Вот, у нас есть барабаны, собственно. Могу вам тоже сейчас что-нибудь сыграть, продемонстрировать. Давайте послушаем. Ага. Вот, и у нас есть также гитарист, вот, он сейчас здесь с нами. Я не планировал просто вам сразу всех своих музыкантов показывать, но если уж такой запрос, то, конечно, я могу его подключить тоже. Вот у нас Паша играет на гитаре, и, собственно, мы можем попробовать сыграться вместе. Ну, а гитарист хоть постарше? Ну, можно и так сказать. Все, что случилось? Играть надо. Сейчас подыграешь. Что подыграть? Ну, сейчас увидишь. Нет, смотри, ты просто подыграй нам. Вот, драйлю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Павел, это Елена. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне? Вам. Мне вот тут 14 уже исполнилось, ну, скоро. Пока ладно, 12. Ну, все, мы исполним вам очень... Давайте, да. ...современную композицию. Сейчас как раз фильм вышел, форсаж, вот оттуда песня. Играть это было неплохо нужно конечно подумать нужно подумать я все понимаю давайте я наверно вам еще трек лист покидаю что мы можем играть вместе как такую музыку какой-то там хорошо давайте так сделаем вы мне сбросите что-то еще да возможно я какие-нибудь старые видео открываем понахожу от нас не отказывайтесь вы конечно посмотрите на подумайте но мы фурор произведем точно эти ребята знаю что делать хорошо давайте так договоримся ну что наступило лето то самое беззаботное лето время тепла и долгих прогулок я как всегда отправился на все майки чтобы закупиться качественными товарами на жару рассказывая недавно я приобрел себе красные кроссовки хотелось найти что нибудь наверх и на сайте все майки я приобрел вот такую вот оверсайд футболку в японском стиле с цветущей сакурой и вот такую вот поясную сумку чтобы взять с собой все самое необходимое что у нас тут губная гармоника наушнички и ключи ну как смотрится а еще теперь на сайте можно купить футболки со светящимися принтами и они будут круто смотреться вечером на улице или на каком-нибудь концерте например на моем который кстати пройдут уже этой осенью в октябре в семи городах нашей страны ссылочка в описании в общем каталог пополняется я думаю вы обязательно найдете то что будет смотреться круто на вас не забывайте что на сайте есть огромный выбор принтов на разные темы аниме игры музыка мемы если уж и этого недостаточно на сайте есть конструктор где вы можете собрать свой авторский принт ну и конечно же на сайте кроме футболки и поясной сумки есть другие летние вещи панамки шорты и футболки купальники и многое другое с яркими принтами так что сканирую qr-код на экране или переходи по ссылочке в описании подбирай себе что-нибудь стильное классное на это лето используя мой промокод хижина 623 чтобы получить десятипроцентную скидку скидку суммируется с другими акциями ну и погнали дальше здравствуйте здравствуйте какой вы юный тогда мне как вас зовут меня зовут саня меня зовут виктория мне 11 лет ой здорово мне 25 здорово так ну что я вам тогда буду показывать аккорды вы пока повторяй а потом вы мне обязательно скажите может быть у вас есть какая-то определенная цель какая-то определенная песня мы с вами ее разучим попробуем хорошо давайте давайте повторяйте вот этот аккорд видно вот так да 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 все правильно да и по всем а может прям посмелее ну еще посмелее можно не бойтесь дальше пальчик переставляем на третий лад на пятую струнку вот видите вид а да вот этот да 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 пальчик а а не 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 подальше руку правую вот здесь сюда да не бойтесь сильнее сильнее а ой я чуть не сломал ну аккуратно нежно но смело да да неплохо хорошо дальше попробуем взять другой аккорд видно указательный это очень сложный аккорд ну пора учиться да два легких мы освоили дальше давай идем средний пальчик у нас на втором ладу третья струнка и мизинь ну если удобно мне удобно мизинить ставить знаете на самом деле я играю на другом инструменте на баяне на баяне да вот гитару хотела освоить потому что у нас в школе будет концерт и баян это не совсем круто сверстники не поймут одноклассники я думал гитар будет круче но не получается ну нет подождите во первых во первых баян это круто во вторых с гитарой я уверена все получится а почему вы не хотите на баяне попылфить а вы хотите чтобы я вам сыграл ну мне было бы интересно на самом деле знаете на баяне очень мало кто играет и я думаю что это круто сыграть я хочу послушать ну давайте вот такой большой инструмент здорово я ребят маленьких таких которые играют на баяне это очень здорово зря вы спасибо ну я попробую а вы скажете стоит играть или нет хорошо давайте не волнуйтесь как будто бы на экзамене нет я я не буду строго судить не волнуйся ну а мощный боехали стекле а он будет а м до 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, все-таки поинтереснее штука, чем трюк. Да, но скажите ему, что нормально на баяне, а то он музыкалке учится и хочет бросить баян и перейти на гитару. Слушай, дружище, все бабушки твои будут, если ты на баяне. Так что бабушки, девушки, все будет нормально. Голодным не останешься. Здорово. Давай сыграй. Давай, знаешь, это, давай, ну... Который репетирует. Ну, кукушка. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песен еще не написанных, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА